Севастопольский государственный университет ожидает обновления. В рамках выполнения федеральной целевой программы Департамент архитектуры и градостроительства правительства города разрабатывает проект планировки студенческого городка на участке площадью 33 гектара. 15 ноября его обсудили на публичных слушаниях. Вопросов из зала не было, но все присутствующие получили представители департамента бланк опроса, в которые могли вписать свои пожелания по развитию территории университета. На этой территории планируется строительство объектов федеральной целевой программы, то есть это реконструируемое общежитие, реконструируемая библиотека, строительство учебно-лабораторных корпусов, строительство нового общежития, строительство бассейна, сетей, котельной. Наконец-то наш студенческий городок станет полноценным и соответствовать тому уровню запросов, которые существуют на данный момент. Согласно целевой программе, на этом участке две группы задач – строительство новых объектов и реконструкция старых зданий 1979-1986 годов постройки. В первую очередь собираются отремонтировать имеющиеся общежития и построить новое, заменить старые коммуникации. Также на территории возведут котельную и новый лабораторный корпус. Кроме того, в планах строительство дорожной развязки, парковок и большого бассейна. Строительство объектов капитального строительства будет осуществляться тремя этапами. В первые и вторые этапы войдет общежитие на 1200 местных корпусов, содержимое корпус новое, пристройка к общежитию, блочное, газовое и активное, реконструкция библиотеки. Далее начнется строительство учебного лабораторного корпуса, первая и вторая очередь, и в завершении будет проведена реконструкция общежития номер 3 и номер 4. Адизовочные сроки строительства составляют 3-4 бомба. Главная задача проектировщиков – изучить документацию и определить, где именно можно разместить новые объекты с учетом расположения всех коммуникационных сетей и возможных ограничений на строительство. Как именно будут выглядеть эти объекты и какая компания займется проектом, пока неизвестно. Конкурсные процедуры еще не проходили, документация прошла государственную экспертизу. Мы со дня на день ждем тех самых конкурсных процедур, но на сегодня планируется выделение в соответствии с целевой программой более 4,5 миллиардов рублей. В ходе разработки проекта были обнаружены ограничения на строительство. Студенческий городок СевГУ расположен в охранной зоне объекта культурного наследия древнего города Херсонеса-Таврического, крепостей Каламита и Чембала. Поэтому на участке нельзя строить объекты высотой более 32 метров. Проектировщики заверили, что все особенности участка учтены в плане. Строительство новых корпусов не нарушит ни целостности исторических достопримечательностей, ни видовых особенностей места.